Добрый вечер! В прямом эфире Вести Карачаева, Черкесия. С вами Мураджин Кёзов. Сегодня в программе. Около дюжины несанкционированных точек торговли сотрудники мэрии Черкесии выявили лица, осуществляющих незаконную торговлю. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи в Черкесии прошло заседание, на котором Совет Отцов Республики обсудил разные вопросы. Теперь можно узнать точное название птиц на карачаево-балкарском языке, вышла в свет книга доктора филологических наук Фатимы Аркеновой. Карачаево-Черкесия. На ВДНХ в Москве в рамках празднования Столетия Республики артисты региона выступили в столице страны на фестивале. Дороги в Карачаево-Черкесии продолжают приводить в порядок. В ряде населенных пунктов идут ремонтные работы. Так, на участке автомобильной дороги Черкес-Хабес, подъезд к поселку Архыз, продолжается капремонт. В данный момент ведутся работы по замене земляного полотна. Ремонт участка дороги протяженностью 5 километров планируется полностью завершить к концу года. Напомню, что данные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Каждое лето многие улицы и общественные места нашей республиканской столицы превращаются в стихийные базары. Административная комиссия мэрии Черкеска в составе сотрудников отдела торговли и бытового обслуживания населения, а также представителя полиции провела очередной рейд по выявлению и пресечению фактов незаконной торговли. В ходе мероприятия было выявлено около дюжины несанкционированных точек торговли. С лицами, осуществляющими незаконную торговлю, участники комиссии провели правилактические беседы. Ну а в отношении узлостных нарушителей, которые не в первый раз замечены за этим делом, составлены административные протоколы со штрафными санкциями и требованием свернуть деятельность. Много жалоб и обращений на несанкционированную торговлю. Особенно обращают внимание возле поликлиники. Там очень много продают и овощей. Сейчас начали продавать вещи, белье, что очень неэстетично смотрится все. Практически все нарушители оправдывались тем, что на городских рынках не хватает мест. А там, где место есть, арендная плата крайне высокая, сетуют они. Мы должны обращаться. А зачем обращаться весь рынок полный там? Ну давайте сейчас. Мы с нашей стороны, мы доведем это все до руководства. Их не, ну то, что они, их не жалобы, да, например. Мы можем довести это до руководства и там с руководством будем принимать решения. Ну, может будет какая-то альтернатива для них, как ярмарка выходного дня. Ну, это уже, ну, нам надо передать просто руководству, а там они уже будут принимать решения. Арсен Телесов также отметил, что работа по пресечению незаконной и несанкционированной торговли на общественных пространствах в республиканской столице будет продолжена. Ахмат Халкевичев, Расул Бердиев, Вести Крачаева, Черкесия. Совет отцов республики в Черкесске провел заседание, чтобы обсудить важные вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Доклады слушала Мадина Каракетова. В новом составе Совет отцов существует меньше, чем полгода. Но, по словам председателя Галия Байрамкова, за это время сделано очень много. Совместно с уполномоченным по правам ребенка выезжали и самостоятельно проводили профилактические работы по школам. Значит, совместно с ПСОТК ЧАЭР Кавказ, ГОЧС и НКО Центр помощи ЧАЭС за это короткое время, ребят, вдумайтесь, было проведено 27 мероприятий. 27 мероприятий только совместно с этими организациями. Помимо этого проводились духовно-нравственные и патриотические мероприятия в районах Карачаева-Черкесии. Отцы обсудили вопросы, связанные с положением о Совете отцов при уполномоченном по правам ребенка. Григорий Дебежев, заместитель председателя Совета отцов, считает, что чем больше прав и обязанностей будет у Совета, тем больше важных вопросов они смогут решать. Одно из ключевых, я считаю, это мониторинг по определению трудового законодательства в отношении отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. То есть, если трудовое законодательство как-то более-менее предусматривает права матери и так далее, и так далее, то права отцов в этом случае несколько, я не скажу, что ущемлены, но как бы отходят на второй план. Поэтому вот один из таких вопросов. Помимо духовно-нравственного и патриотического воспитания, важным направлением в работе Совета отцов члены организации считают восстановление семейных ценностей и популяризацию роли отца в жизни семьи. Сейчас, к сожалению, положение такое, что очень много свобод и очень многие знают больше свои права, нежели своих обязанностей. И в связи с этим распадаются семьи. Кстати, уже как-то было у нас на одном из заседаний были озвучены следующие цифры. В 2021 году на 900 тысяч браков около 700 тысяч разводов. Это сумасшедшие цифры в Российской Федерации, по Российской Федерации. Это страшные цифры на самом деле. Семьи создаются и распадаются, вот как будто, знаете, это что-то, я не знаю, перелистнуть страницу книжки какой-то. О проектной работе поисково-спасательного отряда добровольцев рассказала советник председателя Совета отцов Анастасия Букарева. Она отметила низкий уровень активности и вовлеченности в нее. Анастасия Букарева уверена, что по уровню проектной работы можно судить об уровне благополучия территории и успешности региона, потому что проект – это инициатива в решении задачи. Что такое проект, вообще проектная работа по своей сути? А. Это возможности для самореализации. И Б. Это общественная полезность. Вот, пожалуй, это тот тандем, с которым нужно работать, и этот тандем позволит нам понять, как вообще с этим жить и что с этим делать. А. Именно в понимании сути проектной работы в том, что это самореализация и общественная полезность, кроются как раз-таки ответы на вопросы, почему в Карачаево-Черкесии мы где-то проседаем. И в этом также кроется, наверное, ответ на вопрос, зачем вообще проектной работой заниматься. Думаю, с самореализацией все понятно. Это важно для каждого члена общества. В чем-то найти себя, в чем-то себя реализовать. Про общественную полезность, думаю, тоже все понятно. Когда мы решаем какую-то задачу, это просто хорошо. Не только для нас самих, но и в целом для нашего региона, для нашего города. Анастасия Букарева говорила о проблемах, связанных с проектной работой, поделилась своим видением их преодоления. Несколько докладов участники заседания посвятили вопросам нравственности, духовности, говорили о патриотизме. Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесии Наталья Бондаряка, по чьей инициативе ей был создан Совет отцов, уверена, что с вовлечением отцов в духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающих поколений, в республике эти вопросы стали решаться более качественно. Конечно, основная роль по воспитанию, по привитию духовных ценностей в семье, конечно же, лежит на маме. И в последнее время роль отца даже в нашей республике немножко отошла на второй план. Поэтому мы и создали такой Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Карачаево-Черкесской республике, чтобы, во-первых, привлечь внимание отцов к проблеме воспитания, ведь воспитание ребенка невозможно без участия обоих родителей. Это, во-первых, а во-вторых, все-таки, конечно, подняет статус отца в глазах общественности. Отцы проанализировали доклады, сделали выводы, наметили цели и задачи в работе на следующий квартал. Мадина Каракетова, Ислам Румов, Вести Карачаева-Черкесия. Сейчас время прогноза о погоде, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии. Ветер северо-западный, 5-10, температура ночью 16-18, днем 25-27 градусов тепла. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2, 96, 58. Категория «Онерпляс». Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8, 938, 333, 92, 0. Народный артист России Юрий Куклачев и его потрясающие кошки. 17 июля, Черкесск, Зелёный остров, Амфитеатр. Билеты в кассе и на сайте biletik.pro. Как найти счастье в выбранной профессии? Получить реальное образование и стать крутым специалистом. Ставропольский кооперативный техникум. Знания с нами. Будущее за тобой. Вышла в свет новая научная работа известного доктора филологических наук Фатимы Аркеновой «Орнитология в Карачаево-Балкарском языке». Данная книга порадует читателей тем, что тема орнитологии на родном языке раскрывается впервые. Подробности в репортаже Карчибиджиева. Со временем язык исчезает бесследно, рассеивается как дым. Но постепенно он поднимается из пепла. Глубокое изучение языка, культуры и традиций, восстановление утерянного по крупицам. Более 10 книг и 400 статей, из которых около 200 научных. Все эти работы известного доктора филологических наук Фатимы Аркеновой. Она долгие годы работала над созданием грандиозной книги под названием «Орнитология в Карачаево-Балкарском языке». В этой научной работе Фатима Аркенова восстановила название более 500 разновидностей птиц на родном языке. «Хотела бы рассказать о своей только что вышедшей книге, материал, который я собирала десятилетиями. Это пласт Карачаево-Балкарском языке, который ни разу не был изучен. Это актуальность в этом, конечно, когда целые пластыни изучены в связи с заселением моего народа. Теряется абсолютно полностью. И когда я писала докторскую диссертацию о зонимической терминологии карачаево-балкарца, писала эту работу, я заметила, что птицоводство никакого внимания никто не обращал». Веками карачаево-балкарский народ занимался животноводством, поэтому многие филологи не обращали внимания на орнитологию. Но эта книга, как и многие другие работы Фатимы Иркеновой, приносит большой вклад в развитие языка и культуры карачаево-балкарского народа, тем самым возрождая его из небытия. Оказалось, что очень много древних слов в нашем пласте исчезает. Приведу в пример. В наших словарях, если зафиксированы названия птиц 17 наименования, я в книге, предоставленном сегодня, около 500 наименований птиц на карачаево-балкарском языке. Естественно, это переведено на русский язык. И я учла по сегодняшним требованиям нашей времени перевести это всё и на английский язык. Данная книга Фатимы Иркеновой получит продолжение, ведь этот пласт в орнитологии пока что полностью не изучен. И ей предстоит долгая и кропотливая работа по восстановлению утраченного. Карчабиджиев, Олег Малхожев. Вести Карачаева-Черкесия. В рамках празднования 100-летнего юбилея Карачаева-Черкесии на площадке ВДНХ в Москве прошёл концерт с участием артистов нашей республики. Своё мастерство жителям и гостям столицы подарили ансамбли Минитал и Адиюх и солисты Республиканской филармонии. Фестиваль «Дружба народов» собрал представителей разных национальностей из регионов России. Каждый коллектив показал свой колорит, свою культуру. Яркие песни и танцы объединили людей и своим творчеством показали, что народы великой страны живут в мире и согласии на протяжении многих столетий. Очень приятно было представить Карачаево-Черкесскую республику на такой массовой площадке. Здесь были представлены не только субъекты Российской Федерации, но и страны ближнего зарубежья. Сегодня я презентовал туристический потенциал региона, как и летние виды туризма, как культурно-познавательный туризм, так и зимние виды туризма. И пригласил гостей посетить нашу Карачаево-Черкесскую республику. Мои впечатления очень даже... Я не могу даже это передать эмоциями, так как ансамбль «Минитал» я идил, по-моему, здесь первый раз. Но «Минитал» это однозначно первый раз сегодня в таком фестивале. Как говорится, с кораблям на бал. Вот «Минитал» буквально недавно участвовал в фестивале, в Северокавказском фестивале, в Махачкале, и в Международном фестивале, в Горце, тоже в Махачкале. Мы приехали домой, отдохнули буквально два дня и пригласили на этот прекрасный фестиваль «Дружба народов». Как дети восприняли возможность проехать сюда? Они восприняли на ура. Просто, как говорится, нет предела радости. Для детей это первое выступление, такое масштабное, именно в городе Москве. Конечно, и волнительно. Кроме Москвы у нас, конечно, другие мероприятия есть. Репетируем, конечно. Все регионы, чтобы были всегда сплоченными, чтобы дружили, конечно. Я испытываю, несомненно, огромную гордость за то, что именно я представляю свой народ. Мне очень приятно выступать на такой сцене. Я вижу, что здесь столько классных, красивых, талантливых артистов. И меня переполняют такие эмоции, что словами не описать. Это «Все вести» на сегодня. Прямо сейчас программа «Вечер с Владимиром Соловьевым». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова